Провели каникулы с пользой. В Сургуте закрылся наноград. В четвертой смене образовательной площадки приняли участие рекордное число ребят – 120. Всего за 4 года порядка 500 старшеклассников смогли встать на путь самореализации. Специалисты отмечают, наноград отлично для этого подходит. В течение смены школьники решают кейсы, которые специально для них разрабатывают партнеры проекта, а также выполняют проблемные задания, предлагая свои идеи к реализации. Чтобы задуманное воплотить в жизнь, нужна не только тщательная проработка деталей, требуется финансирование. В этом году организаторы впервые пригласили на защиту бизнес-кейсов потенциальных инвесторов. Среди побед прошедшие смены нанограда – участие сургутских старшеклассников в региональной каникулярной школе. Попасть в число участников федерального нанограда на самом деле непросто. Необходимо решать задания в течение года, проходить различные кейсы, заочные испытания. И вот такое внушительное число участников – это свидетельство того, что мы хорошо работаем, отлично, можно сказать, и системно с школьной лигой Руснана. Более 24 учреждений у нас являются постоянными партнерами. Вход в наноград свободный для всех желающих, говорят организаторы. Правда, не всегда легкий. Подготовка к этой смене началась задолго до ее открытия. Весной в рамках недели высоких технологий все образовательные учреждения, участники всероссийского проекта «Школьная лига Руснана» провели на своих площадках мероприятия. По итогам 50 старшеклассников получили приглашение в наноград. Отмечу, смена традиционно прошла на базе кванториума. Помимо решения проблемных задач, школьники прослушали лекции, поработали в творческих мастерских и приняли участие в культурно-развлекательных мероприятиях. Продолжение следует...